Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Сегодня у нас в гостях гости нашего города. Простите за тавтологию, но это действительно так. В Череповец приехала нижегородская группа «Стрела Морфея». И сегодня мы знакомимся с вами, с ее лидером, вокалистом Александром Морфеем. Александр, здравствуйте! Всем привет! Ну вот на самом деле лидеров у нас два. Меня называют Морфеем, но есть еще и «Стрела». К сожалению, она здесь недалеко, но все-таки присутствует. То есть Морфей со стрелой, все как полагается. То есть вы практически ответили на мой вопрос, на первый, который я хотела вам задать, откуда у вас такое необычное название? На самом деле не ответил, сейчас отвечу. Давайте. Название простое. У нас был автоканал, то есть радиоканал. В автомобилях уставили рации. И позывные, просто позывные. У нее «Стрела», у меня «Морфей». Очень интересно. А как тогда с музыкой это все связалось? С музыкой связалось вообще это интересно. Мы, вот сказать, из профессиональных музыкантов. У нас профессиональных музыкантов только «Стрела». Она заканчивала музыкальную школу, она играет на скрипке и, в принципе, на сегодняшнем концерте, вот на концерте она продемонстрирует свои таланты, умения играть на скрипке. Началось все, наверное, повлияло на нас группа «Король Шут», известная. Очень мы в свое время послушали, к сожалению, уже, наверное, в позднее такое время, и был зонг опера «Тот», и нас как-то это задело. Мы начали изучать ее творчество. Очень понравился стиль историй, страшных историй, не страшных. И вдохновило на то, чтобы музыкой заняться. Ну, началось это в качестве эксперимента, да, и мы решили просто сделать что-то, как бы такой, проект не проект, но записать песню, записать небольшой маленький альбом песен, их создать с нуля. Когда люди, скажем так, далекие от музыкальной индустрии, в принципе, да, и вот этой всей движухи, движухи в плане организационной, да, музыку-то мы любим, пробуй что-то сделать. Мы записали одну песню, записали вторую песню, так родился первый альбом, и, в принципе, как бы нам этого хватило, мы хотели уже, наверное, остановиться, и все. А остановиться не могли? Тут было два момента. Остановиться не получалось, как бы хотелось большего, и начали спрашивать, а где вас можно послушать, а где нас можно послушать, если нас было всего два человека, как бы я истрела, и мы не собирались играть концерт, не собирались ничего делать, вот, а в итоге нас пригласили на какой-то фестиваль, там были группы, которые играли, мы смотрели, думали, что нам делать, где нам брать людей, и вообще как, как вообще, вот как вообще. Как найти-то единомышленников, и тут надо найти-то людей. Да, как вообще, в принципе, ищутся музыканты, как вот организуется коллектив, а кто вообще там в коллективе, что делает, а как вообще это, ну, происходит, такое вообще полное непонимание, и в итоге мы решили, что все-таки, а, идем вперед. И пошли вперед, нашли ребят, музыкантов, познакомились, конечно, были разные моменты и состава, мы учились там многому, ну, и сейчас там многому учимся. Ну, и так просто, и остановиться уже просто не могли. Конечно, моменты бывают, когда и руки опускаются, и все, ну, а потом вот посидели немножко, и чест какой-то начинается, прям зуд, не можешь... Творческие. Да, да. Слушайте, ну, чтобы записать песню, тем более альбом, надо, во-первых, кроме вашего желания, надо, а, слова, б, музыка, и третий, надо же, кто-то должен это все сыграть. Совершенно верно. Как вы выходили из этой ситуации? Кто писал вам слова, кто музыку? Как, ну, мы сами писали слова, я писал музыку, у нас стрела писала. Дальше мы познакомились со звукорежиссерами, с оранжировщиками, и уже начали с ними работать, сотрудничать, рассматривать. Когда есть, она напишет музыку, допустим, есть на слова, то получается так, что есть уже какая-то версия гитарная. И это скелет. И на этот скелет уже можно украшать различными инструментами. Да, с музыкантом могут сыграть там соло-гитара, ритм-гитара, бас-гитара. И как ты это видишь, ты им просто говоришь, нет, я хочу вот так вот, я хочу вот так. Или показываешь, как она могла показать, как мы это видим. И дополняли все это, и получалась вот композиция. Александр, что для вас первично? Музыка или слова? Что в начале песни рождается? Ну, вот у нас рождается текст, именно слова, текст. Да, это же не стихи, потому что вот я, когда читаю поэтов, допустим, красиво, здорово, но многие вещи не могут стать текстом песни, потому что это отличается, да, действительно. Я для себя это понял, отличается. Текст – это текст. Есть какие-то в поэтическом жанре, можно какие-то слова употреблять, а петь-то их невозможно, там слово «транскрипция» еще надо умудриться спеть, допустим, ну, к примеру, я говорю. Поэтому тоже какие-то приходится много перебирать разных вообще слов, чтобы еще они и пелись так более-менее мягко, и так, ну, можно было это сделать, потому что там артикуляция и прочие вещи, они, ну, сложно это. А как искали свое направление? Вот, ну, панк-рок, я могу сказать, ну, вот по моим личным наблюдениям, он сейчас, ну, не в достаточном фаворе, как он был там, допустим, ну, не знаю, там в 90-х годах. Сейчас он, мне кажется, как-то вот очень, очень где-то в подполье. Ну, нет, рок вообще сейчас как бы не в фаворе, да, действительно так надо, если в фаворе… Смотреть правде в глаза? Надо петь рэп тогда, ну, мы не можем, ну, у нас вот, нам нравится это, ну, как, ну, вот, допустим, да, если мне нравится вот это, ну, как же я, если что, насиловать себя буду, я не могу делать вот то. Почему именно панк? Чем он вас так привлек? Здесь сложно сказать, вы понимаете, если сказать, что там чисто панк, и так, мы панк, у нас, допустим, более, ну, может быть, внутренний панк какой-то, это у нас это свобода, это отсутствие каких-то вот таких границ, ну, имеется в виду, ну, тоже определенно лимитировано нашим воспитанием, да, но в музыке и в стиле мы не придерживаемся каких-то вот границ именно. Нам интересны истории, мы их рассказываем людям, и истории могут быть страшными, могут быть не страшными, могут быть историями, которые в тот или иной момент волнуют нас. Если сравнить вот панк, там, 80-х, 90-х годов, панки всегда, это был протест, протест против системы, против того, как, не знаю, как люди живут, как они одеваются, как они выглядят, панки всегда выделялись, они раздражали. Чем сейчас раздражают современные панки, против чего вы протестуете? Или панковское направление сейчас немножко стало более мягким, более лояльным? Дело не в лояльности, мы не относим себя к панкам, прямо название панк-панк, там, трушный панк, ну, нет такого, прям у нас там нету ракезов, это атрибутика, это она прежде всего просто для нас атрибутика, мы чувствуем в себе свободу, возможно, относим к панку, почему? По стилистике музыки, и то я бы не сказал, что это прям чистый панк. Нет, это не чистый панк, там есть много всего, и люди говорят, о, а вы и фолк делаете? Ну, наверное, фолк, не знаю, мы что-то делаем. Вот, да, панк просто исключительно, это наше мироощущение и самоидентификация, в общем, так, да, внутреннее. Александр, хочу спросить у вас, а как вообще вот истории рождаются? Это сны, это какие-то люди, которые вам попадаются, как вот сам замысел рождается песня? Это, как рождается, ну, когда как, между прочим, вопрос такой интересный, никогда не думали. Есть какая-то фабула, скажем, да, интересная, вот, сказка, история, страшно, не очень, и вроде начинаешь писать текст, а она потом трансформируется в процессе, сама непонятно вообще во что выйдет, как-то вот таким образом. Ну, а как вы ищете-то эту фабулу, вот ее же надо где-то взять? Ну, вот если вы просто сидите на диване или, ну, простите, тупо смотрите телевизор, может быть, она оттуда приходит? Или это из книжек? Нет, и из книжек, вот, допустим, у нас есть песня «Парфюмер», это наш изюскинг любимый. Навеяла, да? Да, навеяла «Парфюмер», ну, почему? Очень хорошая песенка такая, допустим, да. Есть песня «Моцарт и Сальери», ну, мы ее интерпретировали, она называется еще как бы «Моцарт и Сальери», но суть о том, что «Вечный второй». И история-то с Моцартом и Сальери, как понимаем, мы тоже вымысел. И вот на основе вымысла мы как бы придумали свою историю. Мы ее спозиционировали, может быть, на какой-то социальный момент, когда есть человек, вот, «Вечный второй», да? Есть человек, который идет первым, а есть идет, который вторым, и он хочет стать первым. И в конечном итоге, ну, убил он первого. И понимает, а дальше-то что, я второй, я не знаю, что дальше, я второй. Ты добился, ты получил, на, и все. Нет, ни первого, нет, ни второго. Ну, вот такая вот. То есть, вечные человеческие страсти, вопросы? Разные вообще, вообще разные. Я говорю про царя, вот, допустим, написали царь, вот у нас царь такой персонаж, который, ну, там, видимо, у нас была конституционная монархия, он заставил конституцию поменять, свой народ. Ну, в результате там у нас все хорошо закончилось, он должен был ответить за свои дела. Ну, не знаю, ну, песня такая. Вот скажите, если представить вашего зрителя, вашего слушателя, вашего поклонника, какой он? А вообще очень разные люди, ну, скажем, от таких вот, как я говорю, трушных панков до очень интеллигентных, интеллектуальных людей. И вот если взять питерскую публику, допустим, московскую, они отличаются. Вот питерская, там у нас очень питерские поэты к нам как-то прониклись, мы с ними работаем, присылают они тексты тоже, мы рассматриваем тоже, чтобы написать песню на, ну, переработать стихи под текст и написать песню. Ну, адуиз, и нам очень много присылают и музыки, и текстов, постоянно шлют. Ну, иногда мы это делаем, у нас вообще не то, что рубрика, а мы в альбом собираем иногда песни друзей. То есть, мы переработали, вот прислали, ребята, песня называется «Монстр Колобок». Это, 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 ну, это вообще просто шикарнейшая песня Дмитрий Сорокин, это группа «Большой ногами» из Москвы, он присылал, очень вообще классный человек, очень интеллектуальный, тонкий. Мы ее спели, вот песня про колобка, эта колобка оказалась не просто, а такой сказочный персонаж, но всех порвал, всех убил, вот такой злобный колобок. Насколько сейчас вообще мы готовы воспринимать, мы, слушатели, зрители, готовы воспринимать музыку? Да готовы, только, понимаете, исходя из 20-го года, исходя из того, что 20-й год внес коррективы в наш, так сказать, мир, ну, и до этого, ЛИИНТ плюс интернет, мы готовы воспринимать музыку из интернета. Это хорошо или плохо? Ну, если с точки зрения финансирования, да, финанс, когда музыканты приходят на живой концерт, они, во-первых, ну, затрачивают деньги на поездки и прочее, да, и, получается, чисто финансово, они, так, такое себе, но ведь еще есть энергетика, когда ты играешь перед огромной, там, толпой, там, людей, когда чувствуешь вот эту отдачу, ну, случалось, когда мы тоже выступали в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, и там было мероприятие, и вот огромная толпа людей, когда начинает полностью вот этот обмен такой, я в это скептически очень относился, в это не верил, но вот этот обмен энергией, вот, я не знаю, вот плохое сравнение, но оно будет очень неточным, это как наркотик. И после этого момента ты начинаешь понимать, почему музыканты, когда их лишают, это всегда проходит, они чаще уходят в какую-то такую плохую сторону, да, там, ну, злоупотреблять. Не хватает вот этого адреналина. Не хватает этого энергии, вот этой энергии, это просто, я не знаю, это сложно описать, когда люди, они тебе, там, поддерживают, когда вот идет волна вот от тебя, и вот она тебя вдохновляет. В интернете это не то, а вот живые люди в зале, когда глаза, когда горят, и, может быть, когда там кто-то, ну, там, скорчили сутками, мое, мне не нравится, но там сотни других восторженных глаз, это просто, я не знаю. Александр, спасибо огромное, время наше, к сожалению, подходит к концу. Я желаю вам удачи, я желаю, чтобы на ваши концерты приходили зрители, которые слушают, думают, которым будет очень интересно ваше творчество, и чтобы они вас тоже подпитывали, вот той самой энергетикой, которая так необходима любому творческому человеку, занимается он либо музыкой, либо рисованием, без разницы. Ну да, 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 именно так. Спасибо вам огромное тоже, это очень было приятно. Прощаюсь с вами, уважаемые зрители, до встречи в программе. Смотрите, кто пришел. Субтитры подогнал «Симон»!